Приветствую, друзья! Широко известный в своих кругах англоговорящий блогер Коренекл вот уже который год радует нас участием в создании всяких ультрабюджетных наушников. В качестве базиса выбрали старый добрый Dynamic Zero, а сама коллаборация состоялась с тоже довольно успешным брендом 7 Гц. Настройка, как и всегда, получилась шикарная. Звукоматериалы на свои деньги, но подробнее обо всем этом я расскажу в данном обзоре. 7 Гц Zero 2. Поехали! Пришли наушники в небольшой белой коробке с изображением модели и списком ее технических характеристик. Где я бы отметил наличие композитной диафрагмы, импеданс равный 32 Ом и чувствительность в 108 дБ. В комплект нам положили инструкцию и очень богатый набор разноцветных силиконовых амбушюр. Кабель в принципе нормальный, он гибкий и особо не путается, но сопротивление в пол Ома как бы намекает о его бюджетности. Сами чашечки полностью пластиковые, если не считать металлическую вставку на внешней части. Сквозь полностью прозрачный корпус прекрасно виден тот самый 10мм динамик, отверстие для компенсации над ним, демпфирующий слой в звуководе, а также отсутствие платы настройки. Как я понял эту функцию вынесли прямо на динамик. Смотрятся они неплохо, сидят удобно, да и с изоляцией тут полный порядок. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас округлый с медленным затуханием импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 0,1%, что просто фантастика. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ идут без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 12 дБ с пологим таким заходом на середину, чуть менее выраженное выделение области разборчивости и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего акцентом на 12,5 кГц нам, так сказать, вернули в звук воздух и чуть подчеркнули высокие частоты. По настройке, как я уже сказал, почти идеал. Чуть ли не один в один с КБР КБ-01. Звучат же герои обзора ровно, как и все остальные представители данного сегмента. Скупа в плане эмоций, зажата, плоско и очень примитивна по структурам. Да, благодаря настройке здесь ничего не свистит, не ерчит, не провалено и особо не выпирает, но сама текстура звука, выразительность, насыщенность, объем и непосредственно акустическое тело на самом базовом уровне. Не скажу, что все совсем уж плохо, но так звучат почти всем дешевые наушники. Радоваться абсолютно нечему. Излучатель, конечно, звук не красит и способен показать кое-какую динамику, но даже на серьезном стационарном источнике это выглядит каким-то карандашным наброском, не говоря уже о всяких плеерах или мобильных девайсах. На фоне уже разобранных мною Тендерин TD19, цена которых те же 25-30 долларов, это просто земля и небо. Согласен, они старались и прямо серьезных ошибок не наделали, но это совершеннейший примитив. Взяли самый дешевый динамик, что был на рынке, чуть покрутили его настройку и сгладили полученное обычным демпфирующим материалом. Отчего, кстати, здесь нет кристальной частоты и далеко не самое высокое разрешение. Да, в силу почти отсутствующего веса у инструментов звук кажется хорошо прорисованным, с высоким разделением и скоростью. Но это, так сказать, обратная сторона недостатка. Вокал просто не бывает настолько полым и воздушным. При этом баса здесь нормально. Он глубокий, с хорошо читающимися текстурами. Серединка не утоплена, с легкой теплотой и сглаженностью тембров. Сцена на стандартном от нас расстоянии, но, к сожалению, без глубины. Зато позиционирование по горизонтали вполне достойное, да и высокие тоже радуют. Не что-то, конечно, особенное, но хотя бы ничего не портят и более-менее по натуральности. Слушать такое, конечно же, можно. Скажу больше. Если в своей жизни вы ничего серьезного пока еще не слушали, то данное изделие вас не только порадует, а сможет довести до состояния восторга. Но стоит снять с полки что-то действительно качественное, сразу начинается шарманка, а что вы хотели за такие деньги. Поэтому, скажу так, если нужно что-то на каждый день, чтобы не жалко, они вполне годятся. Но это точно не уровень меломана со стажем. Чему тут радуются Кринекл и другие англоговорящие блогеры, я не понимаю. Хорошо настроили, тут вопросов нет. А дальше что? На фоне таких решений, как Селест Иверн Прон, HIDIS MS1 Galaxy, KBR, KB01 и ICO OH300 у них чуть лучше прорисовка и меньше акустической массы. В остальном точно такой же средний уровень. Выбор заключается лишь в том жирнее, надо или тоньше, с окрасом или без, технично или музыкально. Возможности же у них абсолютно одинаковые. Для какой-то сложной джазовой или инструментальной музыки они, на мой взгляд, совершенно не подходят. Оркестр также толком не передадут. Сцена без прорисовки в глубину по эмоциям пресна, по структурам примитивна. Смысла в дорогом источнике к ним я тоже не вижу, хотя и не сказал бы, что они какие-то чувствительные. То есть, обычные для своего сегмента бюджетные наушники, с настройкой которых поработали хорошие специалисты. Подключал к ним дорогой медный кабель, веса прибавилось, однако тут же ухудшилась прорисовка. Нормально прямо ругать их особо не за что, но не более чем это самое нормально. Себе бы я такое взял только в качестве одноразовых. Уж извините меня за подобную откровенность. Предвижу классические уже замечания. Я их грел, делал это долго и вдумчиво и на каждом этапе слушал и сравнивал. Чуда не произошло. Итогом динамические наушники 7 Гц Zero 2 отлично сидят, неплохо выглядят и очень круто, как для своей цены настроены. Вот эту заслугу я на 100% признаю. Кроме того, здесь прямо микроскопические искажения в одну десятую процента. Что же касается их звучания, это все тот же базовый уровень, свойственный всем современным решениям за плюс-минус 30 долларов. То есть все плоско, пресно, примитивно, но ничего не свистит и не режет. Нормальная детализация, разделение у инструментов, а также прекрасный баланс частот. Ничего особенного они, увы, продемонстрировать не в состоянии, но в качестве одноразовых вполне рабочий вариант. Пользоваться ими можно, а дальше все зависит от вашего опыта и наслушанности. Из очень дешевых еще раз порекомендую вам Тендерин ТД19. Вот там и мелодика, и выразительность. Причем такие, какими они собственно и должны быть. А у меня на этом все. Это были наушники 7 Гц Zero 2. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!